Саш, привет! Привет! Ты прямо вообще в галстуке! Ну, выход в свет все-таки! Да, да. Камеру настроил? Меня видно хорошо? Да, только вот так тебя видно. Может быть, как-то чуть-чуть... Больше... Вот, красавчик, блин, красавчик! Вот так. Отлично. Давно не виделись. Давно не виделись, не говори. Слушай, то очень много времени вместе проводим. Я думаю, что я больше с тобой вместе провожу время, чем со своей семьей. Вот, каждый год. Да, теперь... А теперь вот в Инстаграме только виделись. Теперь пока в Инстаграме. Я очень надеюсь, что скоро это все закончится. Но мы, конечно же, свои эфиры не прервем. Все знают тебя, конечно же, но я хочу лишний раз представить. Это Александр Ставцев. Это мой друг, коллега, соратник. Вице-президент ритейла, да, как там он называется? Российская ассоциация экспертов рынка ритейла. Российская ассоциация экспертов рынка ритейла, да. Член Союза милей экспертов России. Да, это очень важный момент. Саш, мы сегодня с тобой поговорим. Ты у нас в курсе как раз, что касается вайн-ритейла, что сегодня происходит. Но прежде чем я начну об этом говорить, я хочу сказать, что ты действительно похудел. То есть на тебя... Спасибо. На тебя очень сильно повлиял этот спор с Денисом Руденко, насколько я понимаю, по поводу винного шкафа. Многие, кто не знают, я бы хотел обновить информацию. Скажи, какой спор был? Что должно было произойти, чтобы кто-то из вас выиграл винный шкаф? Ну, как сказать, это длинная история вообще. Если вкратце, то у нас поставлена задача, ну, мной была для себя личная поставлена задача, там, 9 месяцев назад, 6 июля, я в Фейсбуке опубликовал, что я собираюсь восстановиться после травмы колена. Я довольно сильно поправился. Аж до 132 килограмм. И я собирался вернуться в свой такой маленький для меня вес 110 и даже улучшить, я думаю, показатели и больше не терять этот вес. А Денис Руденко радостно меня поддержал. И, значит, мы там возобновили наш давний спор, что он говорит, давай 100. Я говорю, ну, хорошо. А кто не будет 100? У каждого из нас, как у винного человека, есть личная коллекция. Вина условно называемая винный шкаф. Ну, у каждого и шкаф, собственно, есть. Ну, не факт, что у многих есть, но есть, да. Ну, нет, у нас. С Руденко так казалось, что у каждого по шкафу. И, значит, ну, кто... То есть такой спор, что победителя не будет, только проигравший. Потому что кто, значит, к 6 июля 2020 года не будет стольник весить, тот, значит, выставляет шкаф на распитие такое, в общем, праздничное. Но я думаю, что мы в любом случае что-то из этого шкафа лично я открою. Я, в принципе... Ты, в смысле, из его шкафа? Посмотрим, да, как сложится. Ну, в общем, я сейчас так перебираю некоторые бутылки. Надо опубликовать что-нибудь будет. Это такая абстрактная история про шкаф. Вот. Там много хорошего. В общем, есть стимул. Ну, вообще, хорошая тема опубликовать. Я тоже обещал, между прочим, когда был спор, что у меня будут кубики. Не один кубик, а несколько кубиков. Поэтому я тоже стараюсь. Но хотя, вот, видишь, я говорю, ощущение, что всю страну для чего-то откармливают. И отпаивают. Отпаивают и откармливают, да. Слушай, ну, это все, конечно, очень хорошо. К сожалению, реалии сегодня таковы, что ситуация такая достаточно специфичная, критичная для многих. Ну, вот, насколько я знаю, ритейл работает. А так как ты у нас специалист по ритейлу, я бы очень хотел... Вот Зарима пишет, один шарик. Да, один шарик пока у меня, но надеюсь, я исправлю эту ситуацию. Итак, что сегодня происходит в ритейле, Саша? Расскажи, пожалуйста. В ритейле сейчас происходит очень напряженная работа. На самом деле, страна, конечно, имеет такой большой выходной. Карантин, самоизоляцию. Но продовольственная торговля вся работает. Работает в таком, ну, почти военном режиме. Очень напряженно по онлайн-продажам идет огромный пик. Нагрузка идет и на оффлайновые магазины, сравнимая, наверное, только с новогодним пиком продаж. Хотя, ну, по ряду категорий, и в том числе по алкоголю, рост продаж сравнимых превышает даже Новый год. Это значит, что, чтобы не допустить вот этих там пустых полок, которых все так боятся, значит, ну, нужно работать с закупщиком, должна работать логистика, должны достаточно при этом эффективно работать и поставщики. Я готовясь к эфиру, обзвонил там некоторые розничные сети. Там, в общем, никаких отдыхов-то нет, вот, потому что страну вот сейчас, как бы, ритейл кормят. Вот. Что касается алкоголя, то больше всего сейчас идут продажи по водке. Причем не только как потребительский товар, вот, ну, пищевой, скажем так, его воспринимают, но многие ее покупают как дезинфицирующее средство. Все знают, что санитайзеров не хватает. Водка, конечно, она не является таким 60, наверное, или 70 градусов, должно быть, если я не ошибаюсь, чтобы эффективность была. Но многие вот водку используют, причем покупают и пляжки, ну, видимо, чтобы удобнее с собой носить. Вот. И продажи по водке выросли там на много десятков процентов. Ну, это водка какая-то? Там еще в основном продается водка, так называемая МРЦ. Она по минимальной ручной цене установлена государством. Но, в принципе, как сказать, вот первую неделю карантина население страны восприняло, в общем-то, как выходной. Значит, и кроме водки покупает все остальное. В том числе игристые вины очень хорошо продаются в некоторых сетях. Вот. Если посмотреть ситуацию там, ну, вот, в торговле есть такое понятие, формат. Да. То есть, в основном это размер магазина, там, политика ценообразования, в общем, определяет формат. И вот сейчас, конечно, достаточно активно растут продажи в магазинах у дома. Ну, это вот, там, магний, пятерочка, да, там, в принципе, красный-белый относятся к магазинам у дома, а не к алкомаркетам. То есть, это магазины шаговой доступности. То, что, поскольку разрешенное посещение вот именно ближайших магазинов, то в таком формате люди стали больше покупать продуктов. Если брать, там, крупный формат, такие как гипермаркеты, там даже специальное разъяснение было именно промторга, что вот можно туда ходить, ходить в гипермаркеты, потому что там трафик, конечно, подупал. Но вообще ситуация очень неровная. Она очень сильно зависит и от региона, потому что есть, там, очень многие вещи по борьбе с эпидемией, переданные региональным властям. И где-то более жесткие ограничения, там, на перемещение, как вот в Краснодаре, например, да, там, или там, в Санкт-Петербурге. Ну, я, насколько знаю, там, закрыты даже въезды, там, из Выборга в Санкт-Петербург, там. Какие-то такие вот уже города-спутники, скажем так, перекрывают. Есть, там, более какие-то мягкие ограничения. И это влияет, конечно, и на спрос, и на то, как торговля там реагирует. Но вот если там гипермаркеты вернутся, я вот знаю, что в Московской области, например, у крупных форматов выросли продажи, потому что многие самоизолировались на даче, а тоже и на даче что-то надо кушать. Вот, поэтому люди ездят, ну, это называется там трафик, то есть средняя частота посещения магазинов, она снизилась. Но вот средний чек по таким гипермаркетам, например, вырос. Это значит, что люди вот приезжают, стараются реже ходить в магазин и покупать больше на долгое время. Вот, поэтому там вот спрашивают периодически, а вот не будет ли там дефицита алкоголя, да, там. Не пропадет ли вино? Не подорожает ли, да, там. Два самых популярных вопроса. Я достаточно уверенно могу вот на данный момент отметить, что нет никакого дефицита, нет пустых полок. Только гречки нет. Гречку тоже уже есть. На ручке. Там, знаешь, интересно, что гречкой вот люди затарились, и все, и продажи упали. А алкоголь не падает. То есть запасы сделаны, но они либо, значит, опустошаются, либо там постоянно как-то увеличиваются. То есть продажи алкоголя растут. И, скажем так, вот там многие опасались, что вот будет там проблема с импортом, потому что не секрет, что у нас весь алкоголь, прежде чем попасть в Россию, он должен быть оклеен акцизной маркой, подтверждающей оплату акциза. Значит, это все делается в Прибалтике. Там были разговоры о том, что границу как-то там закроют, еще что-то. Ну, вот идет импорт. Есть задержки какие-то, есть там логистические неровности. У нас не работал госзнак какое-то время, который эту марку печатает. Вроде бы вот сейчас должны возобновить. Ну, то есть это какие-то вещи, связанные, скажем так, не с поставками, именно с такой процедурой оформления. Но у нас достаточно большой запас. И вина в том числе на складах в России, потому что вот если мы там, мы сейчас делали большой обзор рынка по заказу Роскачества, значит, там много поднимали всякой аналитики, сравнивали в том числе динамику импорта вина. Вот я могу там привести такие цифры, что если мы в 2018 году 279 миллионов литров везли, ну, там с половиной, да, там чуть больше, то в 2019 году 327 миллионов литров, то есть почти 50 миллионов литров больше, чем в прошлом году. Это было связано с тем, что у нас все ожидали повышения акциза и запасались по старой ставке вот этим алкоголем. Вот эти вот аж 50 миллионов литров, они, значит, вот сейчас обеспечивают такую подушку безопасности. Там все спрашивают, цены выросли на 15-20% на импортное вино. Не выросли они в ритейле. Значит, ну вот во всяком случае на те цифры, которые, значит, приводятся. Там все такой процесс идет. Некоторые сети отменяют акции, потому что у нас достаточно много всего алкоголя продается именно в промо. Ну, там коньяка, например, вообще, там виски, там 60-70% по акциям продается. Ну, вот сейчас некоторые сети, вот такие как Ашан, например, они там сворачивают вообще любые акции, но другие сети вполне себе прекрасно их, в общем-то, продолжают и что-то, так сказать, продают и со скидкой. Поэтому у нас сейчас, если пересчете на валюту, страна, наверное, одна из самых привлекательных будет скоро по цене розничной на вино, но это, наверное, недолго продлится все равно, потому что, так или иначе, эти цены будут постепенно повышаться. Мы сейчас имеем где-то, по-моему, процентов 18 подорожания курса валюты, повышения, и так или иначе, это постепенно будет отыгрываться, конечно. Но если вот сравнивать там с 2014 годом, у нас немножко другая ситуация, конечно, потому что тогда большую часть вина возили вот такие классические импортеры, ну, все это известные крупные компании, А сейчас у нас очень много вина ввозят сами сети. Ну, там можно даже посмотреть. По 2018 году тоже мы делали анализ. Топ-3 крупнейших розничных сетей. В 2018 году уже 48 миллионов литров тогда ввез вина. Это, в общем, было там уже близко где-то к 25% рынка. Я думаю, что эта ситуация будет еще больше увеличиваться, то есть сети будут ввозить больше, будут как-то сглаживать рост цен за счет собственной маржи, потому что цену поднимать особо некуда. У нас денег-то у людей больше не стало, и тем более после кризиса их не станет больше. Поэтому тот, кто хочет удержать продажи, должен держать цену. Слушай, ну, ситуация вся, конечно, она такая очень шаткая в плане того, что и с винноторговыми компаниями тоже общаемся. Говорят, что ритейл все-таки, да, держит цены, не поднимают, пытаются как-то сдерживать всю эту историю, но все равно и у винноторговых компаний, хоть и есть, у некоторых компаний есть определенные запасы, но насколько они смогут выдержать всю эту историю с учетом того, что закрыты все границы и логистика достаточно плохая, то есть заработать, в принципе, невозможно. Ну, я вот с винноторговыми компаниями, конечно, вижу определенные опасности для классических компортеров по рынку, потому что, конечно, они несут большие риски. Импорт – это большое кредитное плечо, всегда нужно много заемных денег, как вот банки себя поведут сейчас, конечно, в этой ситуации. Ну, а ты понимаешь, в чем дело? Вот, ну, грубо говоря, вот приходит импортер в какую-нибудь крупную федеральную сеть и говорит, здравствуйте, я вот цены повышаю. Он ему говорит, извините, нет, не будете цены повышать. А если вы не можете поставлять по той цене, по которой было, мы вас заместим на полке собственным импортом, потому что сети уже многие имеют внутри своей структуры вот такую вот, собственно, винноторговую компанию, импортера. Ну, там по-разному может складываться ситуация. Кто-то полностью в эту внешнеэкономическую деятельность отдает там на аутсорсинг, работает там с техническим импортером, а там такой компанией, как Магнит, там, Бристоле, собственно, и есть импортеры. И сейчас огромное количество X5 Retail Group вина возит сам. Вот сеть там, да, например, которая мне очень нравится, дискаунтеры, они полностью имеют весь ассортимент свой на полке. Для них там возит технический импортер, но это их вино. И они уже сами там решают, повышать эту цену или нет. Понимаешь, в чем дело? Проблема-то не в том, что кто-то кому-то цены не поднимет, а просто количество мест, куда можно продать вино, привезенное тобой, как компанией, оно будет сокращаться. И рынок, поскольку количество денег на рынке, оно будет неумолимо уменьшаться у людей просто. Сейчас же кончатся эти деньги, которые они все тратят, там, на эту водку, на мартини, на что угодно, на игристое вино. Они закончатся. Май будет провален по рынку. Ну, по всякому случаю, он будет хуже, скорее всего, в мае прошлого года. Ну, во всяком случае, мы, дай бог, чтобы, конечно, все было хорошо, но надеюсь, что мы с тобой выйдем еще в эфир, или к этому моменту уже будет снят, карантин. Вот. Будем смотреть, что происходит. И, конечно же, в этой связи все, что сегодня на рынке творится, хотел у тебя уточнить, что ты думаешь по поводу российского вина? Российского вина? Да. Что касается ритейла, и вообще, вот Евгений Лукинчик, например, спрашивает, Саша Артур Георгиевич, как сделать так, чтобы на хайпе Росвины не подорожали, так же, как и Евгений? Ну, значит, как, во-первых, надо понимать, что мы, понятно, там, коронавирус коронавирусом, мы имеем сейчас валютную проблему, да, которую мы там еще будем не раз вспоминать, когда карантин закончится. Вот. Прогнозировать какие-то вещи, дело неблагодарное, хотя я могу попробовать несколько прогнозов дать, что будет с рынка после коронакризиса. Это очень хорошая тема, давай, давай. Людям это интересно, прогнозы это интересно, особенно от специалистов. Про Россию скажут, ну, во-первых, валютная составляющая в российском производстве она все равно есть, значит, потому что мы знаем, что саженцы импортные, там, емкости импортные, значит, бутылка, сейчас, кризис со стеклом, вынуждены импортировать бутылку, хотя она в России производится, там, пробка, ну, так далее, да, все надо покупать за валюту, значит, поэтому все равно себестоимость российского вина вырастет, и, в первую очередь, должны будут поднять цену те, кто продает вино как-то недорого, да, у нас, в принципе, вот мы знаем, там, по исследованию раскачивается, что есть даже, вот, дрожжи импортные, ну, все там импортное, мы подсказываем, значит, мы знаем по исследованию раскачивается, у нас на полках есть даже, там, вина, там, за 200 рублей, 250, которые, в принципе, нормальное вино, за эти деньги, значит, и, как бы, когда там уже, вот, ну, все издержки поджаты, да, и вот, производитель там крупный, сделал максимум для того, чтобы отдать это вино на полку дешево, там уже ужиматься некуда, валюта подорожала, там, на 18-20%, значит, валютная составляющая тоже должна будет подрасти, потом мы не забываем, что у нас повысился акцист, до 31 рубля, в том числе на российские вина, из российского винограда, сейчас должна же быть там потом компенсация, возвращаться. Ну, да, но когда она будет? Когда она будет? А будет ли вообще? Ну, да. С учетом общей, вот этой вот ситуации? То есть, ну, многие вещи непонятные, то есть, повышение цен на российское вино, недорогое, оно неизбежно. Другой вопрос, что, есть такое золотое правило, там, конкуренции на рынке, никогда не понимают цены первого. И те производители, которые, значит, продержатся, как-то, так сказать, найдут ресурсы для себя, не повышать цены, они, конечно, выиграют. Потому что, тот, кто повысил цены, тот сразу будет хуже продаваться. Это точно все. Слушай, ну, это понятно. Здесь, мы же с тобой прекрасно знаем, объезжая все винные хозяйства, мы знаем, какое количество у некоторых хозяйств вин еще старых урожая, которые они не могут и распродать, и это все лежит в им костях. И было бы очень странно с их стороны брать, разливать эти вины и продавать уже по новым ценам. Потому что, в большинстве своем, эти вины, они все-таки недолгоживущие. Они, попадая на полку, буквально там, в течение нескольких месяцев просто умирают. И здесь очень большая проблема в том, что во всей этой ситуации по поводу хайпа, опять-таки, да, или же вот ситуации на рынке, мне кажется, что очень жестко надо подходить к подбору вин, качеству вин, которые попадают на полку. Потому что, мы можем получить, опять-таки, я всегда говорил о 2014-м годе, когда огромное количество вин потребитель обратил внимание на российское вино и огромное количество вин, которые стали поступать на полки магазинов, это были даже не то, что из российского винограда, а просто под названием российское вино. И мнение потребителя, оно было, скажем так, испорчено по отношению к российскому вину. Вы понимаете, в чем дело, вот, ну, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. У нас рынок состоит из таких трех, условно говоря, сообщающихся сосудов. Это производство вина из винограда, там, ЗГУ, условно говоря, это достаточно небольшая доля. Там, вместе с игристами, там, доля вин из российского винограда выше. Мы имеем, вот, ЗГУ, ЗНП, где-то процентов 10 от производства внутри России. Это очень немного. Значит, соответственно, остальное у нас это виноматериал. Ну, либо там идут какие-то еще лицензионные процессы, люди там не подтвердили, но где-то мы там считали, условно говоря, там, побольше, пусть будет, там, 150 миллионов бутылок вина, мы можем произвести из российского винограда. Ну, там, остальное все равно, там, это неизбежный импорт, там, либо, значит, готовые продукции, либо виноматериалы. Что было в 2014 году? У нас, ну, для ритейла самое плохое, что может случиться, это пустая полка. Значит, вот, когда импорт резко подорожал за счет валюты, ритейлеры начали восполнять это за счет российского вина, потому что у них не было других источников компенсации этой ситуации, они могли брать либо вино у классических импортеров, либо у российских производителей. А сейчас есть третий путь, это их собственный импорт, понимаешь? Мне там один, и там совершенно другая маржинальность, там доходность другая, то есть, когда ты забрал у посредника всю наценку, ты и покупателю можешь дать вино подешевле, лучшего качества, и себе побольше заработать, то есть, наценка ритейлеров на вино сейчас где-то там минимальное может быть где-то 30%, а так вообще акционные вещи, они там может даже ниже опускаться, а так вообще это там от 50% до 250%, там есть достаточно запас, который можно каким-то образом подвинуться, не повышать цены, они могут управлять своей доходностью сами, и не факт, что сеть какая-то крупная, вот сейчас побежит к российскому производителю, скажет, дорогой, дай мне вина на любых условиях, как это было в 2014 году, ты помнишь, это прекрасно, компетенции, кстати, в ритейле закупщиков достаточно сильно выросли за это время, мы знаем людей, которые пришли работать в розничную торговлю и там из компаний импортеров, да, там из какой-то ресторанной даже сферы, стали появляться винные кадры в ритейле, и там уже люди понимают лучше, если раньше сети, вот особенно региональные, для них вино там на пальмах росло, условно говоря, то есть никто не понимал, как это там закупать, где это, сейчас вот ну провайн отменили, конечно, да, но все его уже изучили неплохо, и все прекрасно знают, сколько стоит вино и где взять нормальное вино, я вот, к сожалению, с собой тут не взял бутылку, хотел показать, вот та же самая там сеть дискаунтеров, которую я вспоминал, вот они возят там, значит, из Эмилии Романи Сан-Джалезе, органический, там, бочки выдержанные, очень неплохое вино, я его пробовал, 530 рублей в акцию, вот, и там, ну, в ритейле можно все, что хочешь купить, в общем-то, за какие-то там нормальные деньги, если в этом немножко разбираешься, вот, поэтому, здесь вот, как сказать, такой же линейной зависимости, ах, импорт подорожал, давайте мы сейчас быстренько наполним полку России любого качества, не будет, я думаю, что все равно обратят во всей этой истории, все равно обратят больше на российские вины, с учетом того, что приближаются дни российского вина, там, со стороны правительства какие-то подвижки есть, но, видишь, вся эта история, она, как бы, такая, размазанная, мы сейчас можем говорить, предполагать, вот, как на самом деле произойдет, будут ли вообще деньги у нашего потребителя приобретать вины, это один из главных вопросов, как долго это все продлится, этот карантин, и насколько потребитель будет уже выбирать то или иное вино, я знаю, что в дорогом сегменте, например, у некоторых винторговых компаний продажи абсолютно не